Важнейший вопрос, почему? Да, сегодня персики не злободневная тема. Её можно вообще не замечать, но надо, почему? Есть несколько причин, они все те же, почему персики не пошли на север. Давайте разберёмся. Итак, что мы видим? Вот этот товарищ, значит, пишет, это, как называется, это называется, называется, комментарий на моём канале. 11 часов назад. Видел, на юге формирует чашеобразную крону персика. До чего так формирует? Это начало разговора. Отвечаю, ну хотя бы так. Во-первых, не только формирует. Есть идиотский приём по созданию специального штамба именно у персиков. Хотя он им не нужен. И для нас, в Северной Руси, главное, чтобы персик прижался к земле, был раскидистый, частично укрытый снегом или даже искусственным укрытием. Но мы это проходили. Но вот этого сделать нельзя категорически. На юге пусть делают, что хотят. Пусть издеваются, как хотят. Мы северяне. Точка. Смотрим дальше. Итак, чашеобразная форма. Я взял, набрал. Чушеобразная форма. И первое же дерево показывал сам принцип. Считается, что оно будет плохо плодоносить. Что ветки загущают друг друга. Что их сильно много. И делают чашу. Посмотрели. Вот. Я вам сейчас покажу. Проскочу. Вот какая хрен сейчас, когда у меня дерево дало четыре такие ветки. Это свесилось целиком на территорию соседа. Мы с Северной Савинись сняли целый фильм. Мы стояли возле него. Вот так. Стояли, разговаривали с хозяевами. Это моё дерево перевесилось. Оно раскрылось за счёт невероятно тяжёлого веса. Не обломилось, слава Богу. Хотя я специально не формировал. То есть, первая формировка – чик. И оно пошло вот так работать. Да, сложно. У меня деревья на 10 метров высоты. Я даже не собираюсь. Всё падает и разбивается. Ну, это же опыт. Что я теперь должен делать? Вот. А ну, использую его как музейное. Вот смотрите, как не надо. А вот это как надо. И оно частично формировалось само. Вот так раскрывается. Вот это всё само, как видите, я не вмешивался. Вот это всё. Не надо этого делать. Вы знаете, что здесь творится? На юге оно проходит. А здесь очень много. Здесь плохо видно. А я вам специально показывал. Помните? Я не стал уже. Я могу сказать, 50-100, порядка нескольких тысяч фотографий. И на них везде страшные раны, которые создают эту форму. Для севера не годится. Вот мой ответ. А персиков на севере-то и нету. Ну, и тогда, получается, и не будет. Понимаете? Вот. Если бы я сейчас каждый из этих поразбирал, но... Как бы сказать-то? Вот. Меня просто возмущает, что... Что человек вместо дерева решает. Вот все эти цифры. Сорок сантиметров. Вот. Укорачивает на т-т-т-т-т-т. Вот это всё... Получается, есть... Как я назовём? Есть публикация. А вот просто не трогать. Таких публикаций нет, кроме моих. Смотрим дальше. Расти персик большой. У меня есть огромное досье на все эти глупости. Сейчас мы одну из них с вами будем раскрывать. Сейчас поймёте, как надо читать по строчкам и между строк. Вот. У меня таких сотни. Смотрите. Виталий Рафеев живёт где? В Липецкой области. Сколько там живёт персик в Липецкой области? А? Штук. Не тысячи. Не десятки тысяч. А штук. Вот. Тишина. Слушайте дальше. И он якобы спросил. Написал письмо в журнал. Якобы. Возможно, это всё сама придумала редакция. И уже надо заполнять страницы. А может и правда был такой в Липецкой области. Желающий иметь персик. И вот он якобы пишет. На протяжении нескольких лет получаю урожай мелких персиков. Какое? Ой. Что необходимо, чтобы плоды были более крупными? Ну, допустим, я бы как ответил. И в принципе, я ещё не читал этого. Ну, то есть мерками. Сейчас будем разбираться. Стандартный ответ как звучит? Сильнейшая обрезка, меньше цветочек. Чипочек, они будут крупнее. Вот. Допустим. Или щип-щип пачками. Щип-щип-щип-щип. Через одну, через две. Или один из советов звучал так. Это я ещё не читаю. Звучал так. Девять... Это самое. Нет, не так. На десяти сантиметрах поставляйте по одному цветку. И вот представляете, десять, двадцать. А они же густо растут. Как бы буквально сплошь. И вот ранки, ранка, 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 приходит пора плодоносить пусто. А то, что сам, сам сделал так, что... А если бы даже не эта причина, а по другим причинам. Ещё много причин, почему не завязываются. Ещё много причин, что часть цветков подмерзает. Как можно, имея, допустим, тысячи цветков, уменьшать их количество, чтобы, в конце концов, оказаться у пустого корыта? Тут из тысячи хоть десять штук получишь. Пусть мелких. Или вот как здесь. Вот у него мелкие персики. Смотрим ответ. Садоводы давно перестали думать о персиках и о южной культуре. С успехом ворачивают центральных, северных, даже в Сибирь. Ну, это, конечно, такие, как железо упоминается. Не без этого. Есть ещё... Ну, правда, в основном с укрытиями. Вот. Но получить большой урожай крупных удается не всегда. Написали бы никогда. Чтобы это исправить, следует знать тонкости ухода. Считаем внимательно. Отблагодарить урожаем. А сейчас надо начать следуя с того, что для перских деревьев важна обрезка. Ёп! Без этой процедуры растение истощается. Вы представляете? Как оно может истощиться? Только от больших урожаев? Ну, нет другой причины. От больших урожаев. Вот. И что? Не дать им урожая, чтобы деревь был? Мелкие оно тысячи. Или чтобы, когда искоречит, получишь вообще мёртвое дерево? Читаем дальше. Итак, истощается. Это стандартный ответ. Наука. Кто-то грамотный. Поражается болезнями и даёт мелкие плоды. Как может дерево истощиться, поражаться болезнями, если его не подошли к секатору? Слушайте дальше. Её обрезку нужно проводить ежегодно. Санитарную обрезку делают в начале весны. Начало вовоз. Удаляя из дерева все подмёрзшие повреждённые ветки. А также жировики. Ну, всё. Жировики – это те самые, которые я заступаю как могу, но у меня ничего не получается. Прорежущие обрезку проводят, когда на дереве появятся бутоны. Когда появятся бутоны, а заканчивается сокодвижение, нельзя никакой обрезкой делать. Именно становится понятно, какие ветки мешают. Мешают нормальному росту. Вы представляете? Убрать нужно тех, которые направлены внутрь крона. Чем вам они помешали? Ну, пусть направлены внутрь крона. Загущает её. После наших морозов от дерева остаётся, дай бог там, вы помните, я показывал. Или всё почти нет. И жиденько всё так, что... А здесь всё наоборот. Ну, если ты живёшь на юге-то, чего ты советуешь Липецкую область? Я же чёрный по белому, Липецкая область. Для персика это север, это запредельно. Вот. Помогает избавиться от всяких цветов. Вот, твоя мать, так что же это такое-то? Тут раз в пять лет человек ждёт урожая, и всё. Следует учитывать, что персик плодоносит на одногодичных поросах. Сейчас мы к этому подойдём. Важнейший момент, ребята. Запомнили? Персик плодоносит на одногодичных поросах. Враньё. Вот почему это самое? Ведь наверняка... А, там дальше, знаете, что? Там то ли агроном, то ли доктор наук. Ну, не важно. Там есть подпись. Вот. Это не всё. И так началась полемика. Сергей Сергеевич, привет. Мало того, ещё персик формирует веретеном крупное хозяйство. Вот. А тут говорят, что и обрезать не нужно. Это я. А за формировку без обрезки я молчу. Да, действительно. Какая формировка без обрезки? Правильно молчишь? Вообще на юге пару гектаров садов персика дать? Это мне, мне, мне. Хотя... Ну, то есть, представляете, мне дают пару гектаров, и получится шишка. Хотелось бы посмотреть на результат лет через три. Что будет без обрезки с гектарами персикового сада? То есть, я бы это, конечно, загубил. Через пять лет сада бы не было. Я бы его загубил. Почему? Потому что без обрезки. Ну, вот. Ну, и что я здесь пишу? Допустим, был бы он прав, но, извините, отравленные плоды, они сильно нужны. Вот. Уже это минус. Итак, я пишу. Обрезка, ядохимикаты, братья навек. Итак, садоводство по железу. Началась переписка. Я пишу. Сергей Сергеевич, опомнитесь. Причём тут юг? И причём тут промышленные сады? Я только задачное, надо было написать, северные сады. На 90% территории садов России обрезка смертельная. Он этого не знает. На самом ниточке держится душа у персиков в середине России, даже на севере. На самой ниточке. Только, не дай Бог, чуть за 30 и всё мертво. Вот. По 30 уже без выражения. Только, только. И ещё на нём раны делать. Помните, сколько советов? Растут внутрь. Сергей Сергеевич, переписка не закончена. Садоводство по железу. Он теперь пишет. Немножко поправляется. И я о дачах садоводства. Простите, вы не о дачах. Вы о промышленном. Вот. Вы о промышленном. Понимаете? Пару гектаров, извините, это не дача. Итак, вы пишите. Исправились. Персик плодносит на нагодичном поросте. Это не яблая и груша. Внимание. Учёба. Где закладывается плодовая кольчатка на трёх готических ветках. Господи, какая это темнота. Без обрезки персика зона плодоношения смещается в свою периферию. Да и хрен бы с ним. Это и должно быть так. Оголяя ветки. Да, оголяются ветки. Вот, наконец, самый перл. Почему? Это, думаете, первый раз такое? Дерево, это персик, живёт без обрезки до 5 лет. Я думаю, какая оживительная обрезка. Вы понимаете? Человеку пальцы отрежешь, руки отрежешь, кисти отрежешь. Нет, пальцы отрежешь, здоровее. Отрежешь кисти, ещё здоровее. По локоть. Вот тут вот. По локоть. И он ещё. А уж если вот так вот. И эти ноги полностью отрежутся. Вот так вот по плече. Вот тогда заживёт. Ну, он с ума сошёл. Но он не виноват. Я уверен, что он нормальный человек. Его так научили. Наверняка, что предлагать мне 2 гектара взять и загубить за 5 лет, я бы не загубил на юге. Чего бы я загубил-то? У меня в этом году ни один персик не замёрз. Даже не укрытый. Сибирь. А вы видели погоду? Сегодня 1 мая, минус. Так вот. Дело в том, что я сейчас... Это были эмоции. Он мне так, а я так. А слово против слова. А вы откуда знаете, кто в персиками дело не имел? А почему вы мне должны верить? Человек меня поправил. Взять 2 гектара я бы загубил. 5 лет и всё, и дерево мёртво. А у меня почему-то живо. Но это другое дело. Так вот. Я пишу. А может, причина другая или другая? Давайте вспоминать. Учёба. Ребята. Шайбуша. Смотрите. Итак, абрикоса при росте только... Не при росте, а плодоносит на ветках последнего года. Вот свеженький веток последнего года, да? Так какого хрена отрезать-то я не могу понять. Ежегодная обрезка. Раз. Вот. Вы скажете, это много других веток, которые мешают ему расти. Ладно. На раны, которые снижают моростойкость, не обращать внимания. Ладно. Вы с чем сравниваете? Чтобы показать, что если вы в одном не правы, значит, вы совсем не правы. У вас яблони и груша закладываются на три годичных ветках плодовую кочетку. А давайте смотреть. Я приготовился к этому разговору. Я очень серьёзно отучусь каждому оппоненту. Почему? Потому что за мной сотни людей. Ну, пусть несколько тысяч. А там миллионы. Мне надо быть аккуратным. Персик. Он прав. Аплодирую. Ну, давайте теперь возьмём лишние ветки отрезаем. Ну, давайте. Конечно, нижние. Да. Ну, тут внутрь ещё ничего не растёт. Но нижние. Вот эти вот что торчат. Ну, пусть я фотографию ему не совсем удачную сделал. Но вот эти ветки явно лишние. Вот. Вот. Понимаете, да? Вот это мой сын. Давайте смотрим. Персик только ли на... Это, кстати, и тут он не прав. Да? На последнем году. Это мой сын Артём. Смотрите. Приросты обязательно по последнему году? Нет. Железа. Приросты обязательно по последнему году? Он весь покрыт плодами. Весь. И двухлетняя, и трёхлетняя. На них кольчатка. А почему он тогда написал, что, значит, не такой уж он и специалист, а это? Там был сын, а это внук. Что, обязательно после вот этой ветки, которая вправо пошла? Это что, последнего года? И почему я должен ветку, которую тут вниз убирать? Мне что, делать нечего? А это? Последнего года? Нет. А это? Последнего года? Нет. Ладно. Тогда мы, на всякий случай, пройдёмся ещё по другим видам. Будем глядеть шире или вширь, или вширь. Смотрим. Это мой абрикосовый сад. Уже не молодой. Это 22-й год. Так. 22-й год. Именно вот этим деревьям примерно 15-20 лет. Где тут лишние ветки, которые оголяются? Ведь абрикос персиковый, к ним агротехника применяется одинаково. Абрикосы тоже оголяются и становятся как это. Сегодня он похож на колоновидный. А уже на следующий почему-то и враньё, что колоновидных абрикосов нет, говорится. На следующий год смотришь, голая, как коленка. Ну, на кой чёрт я буду этот, вот этот сад калечить в Сибири? На кой чёрт? Он же умрёт после этого. Лата, груша. Почему сказано, что на третий год только, на трёхлетних приростах? Ну, как я могу доверять человеку, который не знает элементарные вещи? Это всё, половина из них на приростах последнего года, а не трёхлетних. Вы понимаете, что? А там-то он выглядит умным. Он считает, что без обрезки через пять лет персики погибнут. Что, меня одного слушают люди? Вот ещё груши. Ну, где приросты после этого трёхлетних? То есть, закладывают. А вот это тоже груши. Но у неё цветы до самых верхушек. Ну, на девушек не смотреть вообще. Да, это мои козыри. Самые умные девушки из-за одного красивого в моём саду. Но, извини, Елена Александровна, чтобы не отвлекать этих молодёжь. Ну, наша молодёжь, это 40-50 лет, так что как раз заглядываются на таких. Поэтому, чтобы не отвлекать, смотрим на чёрный абрикос. Ну, и где одна из этих самых? Видите? Однолетние плодоносы, двухлетние ветки и трёхлетние ветки. Груши. Эта ветка особая, взрослую грушу, была привита. Груша нарядная фирма, пошла ладно. На второй год, вот она такая вот. На третий год такая, на четвёртый год такая. Я показывал все три фотографии. Вот. Так что это всё неправда. Это на второй год, а не на третий. Ну, это уже без комментариев. Вот. Это без комментариев. Это без комментариев. Вот. Медведовая. Тем более, у них своя программа, которая не подчиняется. То, чего хотелось бы от дерева. Вот. А вот здесь вот, самая кончика. У меня есть выигрышная фотография в отдельной папке. Не нашёл. Там у меня, допустим, помню Лада. Нет. Сварог из груш. Молодое дерево, лет 5-7. И мелба тоже. На них прекрасно видно, прекрасно фотографии. Ну, так получилось, что не нашёл. А раньше показывал. Может быть, даже раз в 5 показывал. Большинство из вознальщиков видело. Цветение только на кончиках однолетних веток. И вчера я взял... Ой, сегодня я создавал фильм. Вот. Он только сейчас вышел. Вот. Может быть, заглянем в лишний раз на него, а? Вот. Смотрите. Чтобы мы потом могли найти. Сейчас, 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 сейчас. Чтобы мы могли найти. А, вот здесь. Вот. Спасибо, брат. Как ты быстро всё делаешь. Вот. Прививки железов. Супер сорта. Пирсика. Вот отправить. И здесь я стою возле дерева, да? Молодое дерево. Антоновка. И везде на самых кончиках веток. Вот сколько есть кончиков веток. На них цветочный бутон. Он даже набух слегка. Уже это. Я показываю. Одна, вторая. Вот. Загляните в фильм. Третья, четвёртая, пятая, шестая. Везде цветы. Как можно сказать, что три года надо в яблонь, груши ждать этого самого? Вот с этого начинается это. А я говорю. Мы волшебники. Мы прививаем. И на второй, третий год у нас дерево плодовое. Вот. Всё. Главное, чтобы нас не путали. И вот это я выбрал не лучшие с фотографией, потому что я не нашёл. Но отдельная папка. Пойди, найди. У меня уже, наверное, не тысячи фотографий. Откуда у меня тысячи? Десятки тысяч. Вот. Вот они. Вот как раз цветут эти кончики веток. Ну, а это уже можно не комментировать, а? Можно не комментировать. Вот это можно не комментировать. Всё до кончика веток можно носить. Дружище, если ты с яблонями, грушами не прав, извини, значит, и с персиками такой же специалист. И нельзя, отменив обрезку, за пять лет убить и уничтожить дерево. Что оно осталось без обрезки, это значит, без ухода. И обязательно персик за пять лет погибнет. Вот. Как эта дурь... А ты что, первый, Сергей Сергеевич? Эта дурь возникла во все поры нашего общества. Резать, резать, резать. А ты мне дал что? Ты мне дал повод. Вернуться к этой теме. Потому что, ещё раз показать. Найти другие фотографии. Вот эту я вам не показывал фотографию. Вот. Доказательства растут, растут, множатся. Только как достучаться до науки?